Летом этого года в Десногорске был реализован энергосервисный контракт. Заменено на новое оборудование более 1100 светильников и более 500 светодиодных ламп, что можно считать успешным итогом модернизации городского уличного освещения. Кроме того, подстанции обновлены и новыми шкафами управления, которые включают свет в автоматическом режиме. Техника требует значительной наладки под конкретные условия, а иногда и внимание в случае аварийной ситуации, как например в первом микрорайоне. Нет освещения, это автодорога Н4 от деревянного храма до гостиницы Вега. Здесь у нас возникла проблема обрыв кабельной линии. Мы запланировали отремонтировать этот участок освещения автомобильной дороги в первом квартале 2021 года. Проблема обрыва коснулась территории УРО и ДЦ, а также участка первого микрорайона напротив яхт-клуба. Но новое городское освещение даже при его полной и корректной работе не рассчитано на то, чтобы освещать всю территорию Десногорска. Существуют такие участки, где не было в принципе никогда освещения в городе с начала строительства. Есть примеры, как бы первый микрорайон, где жители обратились в горсовет, людей выслушали, выехали на место, определили объем работы и сейчас этот проект в стадии реализации. Проект, инициированный местными жителями первого микрорайона, уже находится в стадии реализации. Фонари появятся около детского сада Мишутка, а также от дома 16 до первой школы. Суммарно около 30 штук. К более жараним успешным взаимодействиям жителей и городской власти можно отнести пешеходную тропу вдоль объездной автодороги. 17 ноября финалом ремонта полуторакилометрового участка стала подача освещения к 42 светильникам. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует...